Более 30 лет Галина Павловна Емельянова отдала культуре. Под ее руководством Дом культуры «Октябрь» села Великовечного смог выстоять даже в самые сложные времена. Она объединяла односельчан на проводимых мероприятиях. При ее непосредственном участии были образованы и развивались коллективы художественной самодеятельности. 23 сентября в родном Доме культуры прошел вечер, посвященный творческому юбилею Галины Емельяновой. Долгие годы Галина Павловна Емельянова, являясь руководителем Великовеченского Дома культуры, радовала гостей праздниками, обеспечивала уют. И вот пришел черед принимать слова благодарности и многочисленные музыкальные подарки уже в качестве почетной гости. Одним из первых Галину Павловну поздравил глава Великовеченского сельского поселения Игорь Назаров. С 2004 года мне выпала большая честь работать с этим человеком. Это было то время, когда разрушались колхозы, совхозы, рушилась вся культура, потому что колхозы, именно колхозы были донорами этих клубов. И вот в то время, когда мы начали с ней работать, никто не даст собрать Агарину Павловну. Да, у нас тоже были очень большие проблемы. Клуб развалился вечно, здесь нужен был ремонт. И вот именно ее энтузиазм, именно ее работоспособность, как руководителя, помогла удержать на плаву эти клубы. Не только удержать, но еще и воссоздать. Ни одно мероприятие районного масштаба, ни одно мероприятие местного масштаба не проходило без Галины Павловны. Игорь Назаров вручил Галине Павловне благодарность администрации Великовечнинского сельского поселения за вклад в развитие культуры. Много добрых слов в ее адрес было сказано и председателем сельского совета Владимиром Зверковым. Искренне желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, семейного счастья, благополучия, поддержки близких и родных вам людей. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями и хорошими людьми. Оставайтесь такой же жизнерадостной, веселой и счастливой. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в вашем сердце. Прошу принять. За годы ее работы творческие коллективы художественной самодеятельности не раз становились лауреатами, победителями и призерами муниципальных, зональных, всекубанских, всероссийских и международных конкурсов. Трем коллективам было присвоено звание образцовой. КОНЕЦ Со сцены в этот день звучали стихи и песни, теплые слова благодарности Галине Павловне, воспоминания о ярких моментах пережитых годы работы в культуре. По чутким руководствам Галины Павловны традиционными стали вечера честования работников культуры, медицины, потребка операции, поздравления с памятными датами и событиями, трудовые коллективы. И сегодня, по прошествии многих лет, невольно удивляешься, как можно было нести такую нагрузку. Почетными гостями творческого вечера были родные и близкие этой удивительной женщины, а также руководители и сотрудники домов культуры поселений Белореченского района. Постучалась в дом, вонезванная, вот одна любовь окаянная. Всех, кто любовь, зряя, боялся жить. Всех, кто в жизни не научился плыть. Еще один музыкальный подарок преподнес Валерий Собянин, приехавший на праздник из Краснодара. Свой творческий путь он начинал в Доме культуры села Великовечного под руководством Галины Павловны. Спасибо вам всем большое за такой приятный сюрприз. Хочу сказать слова благодарности нашей администрации Игорю Геннадьевичу за понимание, за поддержку. Ну и спасибо своему коллективу, всем тем, кто устроил для меня сегодня такой праздник. Это было действительно неожиданно и приятно. Творческий вечер Галины Павловны Емельяновой удался на славу, оставив в душе каждого из участников массу положительных эмоций и приятных впечатлений. Вера Савельева, Сергей Чернецов, События и люди. Здоровья и долгие твои!